СОК Не хотим говорить прежде всего об обеспечении процессов, как это будет все функционировать. Выбор конкретного решения, с помощью которого это все будет работать, это вторичная задача. Поэтому в первую очередь нужно говорить о процессах. Необходимо, чтобы как минимум крупные организации полностью развернули и запустили СОКи, выжили полные СОКи из них, что называется. Потом уже можно говорить об интеграции с финсертом, ну и получении каких-то профитов для всех участников. Я бы съездил какой-нибудь не отечественный СОК, а СОК, который работает за рубежом лет 10. Потому что в России, чтобы привлечь себе внимание, надо сказать, что у нас есть СОК и будет интересно. На самом деле уровень экспертизы, правила реагирования сильно-сильно отличаются. То, что мы делаем на плане сердца своего, например, это вещь, которую мы делаем нам 6 лет. В первые годы мы делали только кучу-кучу стажировок, чтобы понять, насколько там Россия отстает, в том числе мы, чтобы догнать хоть до какого-то уровня. Я бы интересовался, для чего это все, какую задачу хотите решить. Если задача есть, задача моментального реагирования на инциденты, детекции, атаки на этапе подготовки, это для вас. При этом вы должны понимать, что СОК это не просто. То есть это не коробочное решение, это такая вещь. Но в будущем, я думаю, что весь наш мир, это будет объединение разных СОКов, которые между собой сотрудничают. Мы увидим картину мира, где количество преступлений падает каждый год. И люди, и компании, и государства предотвращают инциденты на этапе подготовки. Продолжение следует...